добрый вечер гомель сегодня пятница а значит все мы с нетерпением ждем выходные дни вы знаете я хочу раскрыть вам небольшой секрет для того чтобы выходные прошли на ура и все получилось как вы хотите для этого их надо очень грамотно спланировать вот именно этим мы и займемся дорогие друзья сегодня в прямом эфире на телеканале беларусь 4 как интересно провести выходные дни с детьми очень любопытно ваше мнение поэтому мы ждем ваших вариантов в абери по телефону прямого эфира 34 22 43 ну а пока дорогие друзья строим планы на ближайшие выходные вместе с директором гомельского театра кукол у нас гостях дмитрий горелик и известный путешественник юрий берегов добрый вечер спасибо вам огромное что вывод этот пятничный такой вот замечательный волшебный вечер но все-таки решили провести сегодня с нашими зрителями да я думаю они будут вам благодарны за это кстати о выходных вообще кто-то из нас любит проводить выходные дни на диване не кажется мечта многих кто очень много трудится компьютером а кто-то делает свои выходные дни настолько активными что уже к понедельнику устает еще больше вот интересно какие вы предпочитаете варианты вообще какие у вас планы на выходные до комбинируем немножко компьютер немножко диван немножко какие-то походы культурные мероприятия на эти выходные есть уже какие-то конкретные планы да есть я работаю в принципе ничего другого я и не ожидала от директора до театра куклы услышать но вот очень интересно вот как вот есть какое-то золотое правило выходного дня у такого путешественника фотографа вы знаете у меня тоже я работаю на самом деле каждый день я же эти виду фотокурсы и сейчас так получилось что эти фотокурсы каждый день проходит поэтому у меня будет дни от выходных совершенно не отличаются ну у меня скорее есть такой период поездок и период когда я здесь вот вот так хорошо а если бы была такая возможность вот взять вот все закончите дела и как-то отдохнуть вот какой бы это был вариант наверное на природу поехал с книгой хотел может быть не совсем это так романтично но по крайне для меня для меня всегда самый главный отдых это природа вот уехать куда-нибудь за город на берег реки но особенно летом конечно с удочкой нет я рыбалкой не занимаюсь так просто костер попалить отдохнуть вот это мой отдых раскрывайте ваши секреты у вас какая золотая мечта смена деятельности а сегодня я допустим работал в театре я могу завтра поработать дома я могу тоже поехать на дачу хотя это редко сейчас бывает дача надо заниматься да там она работает это работа но все равно как бы на дачном участке всегда есть чем заняться всегда получается вообще я тоже люблю отдохнуть на природе сделать вкусный шашлык лов такой активный предпочитаем такой активный отдых с такими традиционными традиционными но вот мне интересно были ли вы знакомы до нашей программе не были а при этом хоть раз посещали представление вот в нашем театре куклы конечно я с сыном ходил много раз когда он маленький был первым и сын то есть представление что такое театр куклы современные вы как бы знаете об этом но вот очень интересно узнать насколько дети сегодня активно ходят в театр я к чему говорю вот вы знаете я помню свое детство я наряжала кукол надевал им платочки какие-то устраивала импровизированные сцены соседям показывала представления и меня поддерживали многие здесь то есть мы очень любили вот свое время куклы что-то придумывать из них но когда вообще стали ходить на спектакль это вообще было какое-то зрелище и счастье а вот сейчас вот насколько для ребенка это действительно событие всегда интересно для ребенка потому что наверное театр куклы это первый театр жизни ребенка который появляется после того как дома он послушал сказки от мамы от бабушки он приходит в театр и видит как бы визуальное решение этих же сказок то есть это всегда живое общение это всегда что-то новое и интересное у нас сегодня в репертуаре больше 60 спектаклей и детей для детей и для взрослых но в том числе больше 50 спектаклей детских не рассчитаны на разную возрастную категорию то есть скажем от 3 и до 12 лет дальше ждут спектакль для подростка всегда мы просим наших зрителей чтобы они обращали внимание на рекомендуемый возраст который указывается у нас в афишах конечно если приведут маленького ребенка в три годика на какой-нибудь спектакль например кардик нос где такой довольно напряжен напряженный сюжет может просто испугаться ничего полезного не вынесет вы знаете вот анна как раз вайбере задает вопрос вот какого возраста можно ходить с ребенком в театр кукол рекомендуется с трех лет но вообще есть дети которые смотрят и полтора года и в два вот на новогодних наших утренниках и спектаклях были совсем маленькие дети я не знаю и высиживали и смотрели я не знаю поняли они все или нет но атмосферу атмосферу театре запомнили обязательно я кстати хотел еще вот что сказать вы начали рассказывать о куклах том как вы играли не просто пулю случаем хочу сказать что сегодня у наших зрителей есть уникальная возможность у нас в театре вот завтрашнего дня будет работать уникальная выставка кукол который называется здравствуйте я барби то есть выставка кукол барби выставка кукол барби причем сюжетные там девочки сейчас начали прыгать наверное все спасибо хочу продолжить тему вот дети они ж такие несложные они откровенные если вот им не нравится спектакль они же как взрослые притворяться не будут я представляю вашу задачу как руководителя такого учреждения это насколько надо пытаться их каждый день удивить и придумать что-то новое как вам это удается потому что я знаю что ваши спектакли любят ну начнем на раз того что работает у нас профессионалов большинстве своем профессионалы которые знают и детскую аудиторию это касается и режиссеров и педагогов художников наших практически всех работников а вот ну и стараемся все таки обращаться к классическим каким-то традиционным драматургическим материалом которые для детей именно я знаю что вы часто используете и какие-то новые технологии во время спектакля есть и такое вот буквально в конце прошлого года один из наших спектаклей который имеет детское название плих и плюх на дне предназначен для маленьких детей мы рекомендуем его смотреть зрителю от десяти хотя бы лет потому что это вильгельм буш переводе хармса и вот этот наш спектакль с того варианта национальной театральной премии по номинации лучший режиссура в театре куб то есть но он такой скажем мы довольно авангардное решение надо смотреть очень интересный режиссер интересная художница надо смотреть а что в ближайшие выходные можно увидеть вот мы как раз давайте поможем зрителям сориентироваться вот завтра и после завтра у нас идут детские спектакли идет спектакль терем теремов по маршаку так это самых маленьких наших зрителей и воскресенье у нас будет спектакль русалочка пул андерсон ну это может быть для ребят чуть постарше 4 5 4 5 ну вот дорогие друзья вот такая вот информация мне кажется очень полезная вы уже можете спланировать субботу воскресенье по крайней мере до обеда если у вас есть дети обязательно пойдем в театр кукол пишет елена наш телезрительница дети очень любят такие походы вы знаете елена не только для вас но и для всех остальных зрителей прямо сейчас прямом эфире мы разыграем пригласительный билет в наш гомельский театр кукол что это будет за спектакль на что мы разыгрываем следующие воскресенье 3 февраля спектакль по пьесе юрия елисеева сэмбл называется про маленького олененка про безграничную материнскую любовь к своим детям очень интересно очень добрый душевный спектакль дорогие друзья и так для того чтобы выиграть пригласительный билет на этот спектакль в гомельский театр кукол надо позвонить студию по телефону 34 22 43 дорогие друзья ответить ну наверное ну на самый простой вопрос хотя мне кажется такой глубокий по смыслу ну я имею ввиду ответ итак дорогие друзья какой известный сказочный персонаж вот взял вот так вот просто так вот продал азбуку и купил билет в театр и так 34 22 43 напоминаю вопрос конкурса надо назвать имя известного сказочного персонажа который продал азбуку и купил билет в театр на вырученные деньги и так продолжаем поход в театр всегда события для ребенка это очень волшебная вот я например помню своего детства думаю что у юрия тоже есть такие воспоминания наверняка но как родителям и стоит ли вообще определенным образом подготовить ребенка вот например к первому походу в театр все-таки это же не только прийти посидеть посмотреть надо какие-то особые правила какие слова найти что сказать и стоит ли вообще-то делать ну в любом случае родители готовят своего ребенка к походу в театр более к первому походу театр есть вообще принятые правила которые с ребенком надо пытаться освоить до до похода в театр это элементарные вещи что во время спектакля нельзя разговаривать нельзя кушать играть мобильный телефон мобильный совершенно верно ты хочешь эти что-то непонятно но дождись пока будет антракт и задай взрослым вопрос они тебе помогут разъяснят расскажут в общем то еще раз говорю если будут родители обращать внимание на рекомендуемый возраст зрителя я не думаю что какие-то сложные вопросы возникнут потому что мы стараемся дифференцированно подходить каждой возрастной категории а еще мне кажется очень важно надеюсь с вами согласитесь очень важно после спектакля поговорить с ребенком о том что же это было и в принципе зачем именно такой спектакль показали ответ на какие-то вопросы которые наверное возникнут ребенка тогда вообще такой семейный поход украсит не только выходные дни а вообще в принципе отношения семейные и так дорогие друзья напоминаю вопрос конкурса пригласить на билет разыгрываем в гомельский театр кукол какой известный сказочный персонаж продал азбуку и купил билет в театр и так у нас есть телефонный звонок очень надеюсь что это правильный вариант ответа добрый вечер вы в прямом эфире добрый вечер добрый вечер как вас зовут лёша алексей вы любите ходить в театр кукол а дети есть у вас кому выигрываем билет так понятно надеюсь вы читаете сказки и сможете ответить на вопрос нашего конкурса какой какой известный сказочный персонаж продал азбуку и купил билет в театр буратино конечно буратино и вы так долго подходили к этому ответу спасибо вам большое кстати какие у вас планы на ближайшие выходные поделитесь честно сказать хотелось бы съездить за город бабушки ну съездите картошку там копать не надо да но только может быть дорожку от снега расчистить но мне кажется это удовольствие хороших вам выходных спасибо за звонок ну что ж дорогие друзья завтра выходной день куда пойти с ребенком этот вопрос очень часто ставит родителей в тупик мы предлагаем вам сегодня самые разные варианты один из них это поход театр кукол кстати на обратной дороге можно зайти в музей истории печати и фотографии на фото выставку юрия берюкова удивительная автовыставка с удивительным названием мама африка дмитрий обороны скажите честно я знаю что вы любите путешествовать в африке приходилось бывать был один раз и все коротко да то есть делиться ощущениями не будете ну что ж тогда я думаю вам тоже будет интересно сходить на эту выставку сравнить свои ощущения да с тем как видит африку юрий берюков вообще вы знаете вот есть такое известное выражение в книжке не ходите дети в африку гулять но мне кажется да каждый ребенок мечтает оказаться в этой экзотической стране и столкнуться наверняка вот с каким-нибудь там грозным тигром львом попугаем но пока что называется африка идет к нам его дмитрий расскажите пожалуй юрий расскажите нам пожалуйста да вот что это за выставка что там интересного кому в принципе она действительно интересна и полезна но это выставка которая сейчас висит музея она посвящена диким животным я вообще полюбил очень африку я хочу просто извините обратить внимание что вот эти фотографии то ваш фотографии вот это вот ваша и есть африка грубо говоря вашими глазами на мадагаскар как раз я полюбил африку восемь раз уже был в разных африканских странах и вот буквально через неделю еду в кении уганду вот и просто вот эта моя радость от посещения хочу показать просто жителям нашего города что на самом деле африка прекрасно и я задумал такую серию четырех выставок вот уже одна была год назад она была посвящена племенам различным а это вторая как бы часть этого большого цикла она посвящена диким животным сколько стран вы объездили но сейчас 64 хотя мне скажу честно мне этот вопрос не очень нравится потому что каждый раз его задают на разные цифры но он просто некорректно потому что количество стран посвященных не характеризует путешественника я встречал людей которые больше ста проехали но были там один-два дня например мне нравится вот взять какую-то страну и так нормально и изъездить я как ну например в танзанию когда первый раз поехал я просто объехал и всю там на танганику за разъездил целый месяц ездил в индии десять раз было до сих пор так и не объехал всю страну все езжу езжу некорректный вопрос но отвечая на него вы употребляете цифрами вот только так десять раз там десять раз там а можно я вот для наших зрителей да вот двух словах чуть-чуть буквально о вас что вас все нельзя рассказать даже в течение всей нашей программы но чуть-чуть вот напомню фотографии ваши публикуются в самых известных я бы сказала мировых журналах мало того что сотрудничать с national geographic это уже о многом говорит ваши работы можно увидеть в музеях в разных странах но лично я была на нескольких ваших выставках но вот во дворце румянцевых паскевич и вы знаете меня очень впечатлило я просто хотел все бросить и следующий раз с вами отправиться в какую-нибудь экзотическую страну желательно вот каким-нибудь вот таким вот аборигеном куда-то туда в племена но вопросами другому все таки посоветуете такие путешествия но в основном ездят люди которые скажем так хотят каких-то новых впечатлений которые уже пляж на отдыхе мне нравится египет турция просто лежат на пляже те кто хочет что-то более интересного потому что у нас поездки такие они очень активны мы каждый день передвигаемся это всегда какой-то и будет и поход и рафтинг и встреча с племенами и фестивали но в конце пляжа конечно вот вот на несколько дней григорий и задает вопрос вот вайбере если какие-то организованные туры с юрием берегом и как туда попасть спрашивает наш телезритель очень просто у меня же свой сайт есть вот на нем постоянно там и фотоальбомы и видеоролики и постоянно новая программа вот буквально сегодня выложил новую программу на май мы едем от бразилию парагвай а вот вы говорите мы это большая группа обычно ну со мной постоянно ездят и новые люди и с другой стороны вот за 12 лет сколько я уже вожу группы вот уже сформировался такой постоянный коллектив людей таких друзей которые вот по многу разом на это либо обратите внимание на дмитрий я даже боюсь его как бы отвлекать он настолько увлек с вашими фотографиями кажется он африку захочет еще раз поехать и наверное да может быть вместе интересно поехать и чем-то заниматься еще раз пляжный отдых это вот не мое но у нас там вот это наоборот просто уста уставшая каждый вечер а потому что ну целый день с утра до вечера да вот же тут другое такое чего нет у нас по малахи страна была маленькая африканская спасибо юрий ну что ж дорогие друзья итак если кому-то это зимой не хватает тепла и солнца добро пожаловать в музей печати и фотографии на фото выставку юрия бирюкова под названием мама африка кстати пообщаться с живыми обезьянами в гомеле а также с хамелеонами можно в выставочном зале картины галереи гавриила вальченко в эти дни здесь работает уникальная выставка зоопарк прекрасная возможность поближе познакомиться с представителями экзотической фауны не только вот увидеть их на фотографиях ну что ж кроме театра кукол и музеев есть в гомеле дорогие друзья еще одно место которое очень любят дети это дворец творчества детей и молодежи в парке и многие вот до сих пор помните да как мы называли дворец пионеров я до сих пор так и говорю да и в любом случае вы знаете это место где все таки наверное не стоит оценок да требования несколько другие где всегда весело где всегда интересно и очень интересно узнать какие вот популярные кружки у современных детей скажите если у нас на связи дворец да у нас есть олег васильевич макушкин сейчас на телефонной связи это заместитель директора гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи олег васильевич добрый вечер добрый вечер добрый вечер это программа добрый вечер гомель телеканал беларусь 4 мы сегодня вы знаете вот в прямом эфире в такой дружной компании планируем выходные дни особенно думаем как же их вот провести с детьми и конечно же ваше место вот дворец творчества детей и молодежи место наверное который каждый ребенок вот где найдет себе занятие по душе расскажите какие самые популярные кружки вот у современных детей сегодня ну самыми популярными направлениями является вокальное творчество хореографическое изобразительное искусство и в принципе по всем этим направлениям у нас работают кружки как субботу так и воскресенье дворец работает 7 дней в неделю до 8 иногда это 9 вечера если завтра кто-то захочет прийти к вам и записаться в какой-то кружок как это сделать можно еще дежурного администратора и выберем скажем так дело по душе а нужно какой-то документом паспорт родителей записи в кружок необходимо написать законным представителем заявления и прикладывается копия свидетельства рождения либо паспорта то есть в любом случае платный если платный то заключение договора а то есть в любом случае если завтра кто-то захочет прийти к вам и выбрать для себя какое-то вот занятие по душе он должен взять с собой родителей обязательно если до 18 лет то родители обязательно олег Васильевич ну расскажите какие еще интересные мероприятия проходят в эти дни на базе нашего дворца творчества завтра ну скажем так на базе дворца у нас кроме кружков состоятся интеллектуальные игры но дворец по своей скажем так сути является не только местом где проводятся мероприятия но и координатором многих областных мероприятий творческого направления вот завтра мы скажем так мы едем несколько точек по не только по гомельской области но и по белоруссии проводится у нас сейчас идет широкомасштабные такие мероприятия завтра в ветхе состоится одна четверть финала сезона игр квн школьных вот туда у нас направляется любовь андреевна наша колотеза форма самоделом может быть кто-то там будет рядом приглашаем состоится на базе дома культура ветки так на базе 67 школы с 9 утра завтра пройдет очередной отборочный этап областного конкурса здравствуй мир вот это у нас такая широкомасштабная творческая олимпиада так называемая и завтра на базе 67 школы с 9 утра вот скажем так состоится конкурс концертных программ а скажите пожалуйста вход свободный на эти мероприятия то есть свободен да ну что ж спасибо вам большое спасибо олег васевич мы вам желаем хороших выходных спасибо большое спасибо вам также спасибо заместитель директора гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи только что был у нас на связи мы продолжаем нашу программу как интересно провести выходные дни с детьми ждем ваших вариантов вайбере или по телефону прямого эфира 34 22 43 кстати мы не забываем и о взрослых сегодня хотим рассказать информацию для вас дорогие друзья областной драматический театр эти выходные приглашает также на спектакли спектакли для взрослых и так в субботу это лирическая комедия любовь и голуби ну а воскресенье комедия плаща и шали изобретательная влюбленная городской молодежный театр завтра покажет комедию перебор а вот воскресенье приглашает любителей музыкальных спектаклей в гомельский городской центр культуры внимание на оперетту от московских артистов с названием граф люксембург так что выбрать есть из чего дорогие друзья строите свои выходные выходные сами ну и конечно же не без нашей помощи но если театр это что-то волшебное это что-то такое вы знаете загадочное романтичное то согласитесь цирк это что-то такое зрелищное и захватывающее и мне кажется прекрасный повод отдохнуть всей семьей кто из вас когда вспоминает последний раз был в нашем гомельском цирке был не так давно пару месяцев назад а вы чего туда ходите вот как бы на клоунов посмотреть на животных на гимнасток красивых наверное хожу туда себя показать вместо клоуна понимаю то есть вы хотите сказать с профессиональной точки зрения с удовольствием вожу туда внуков на им очень нравится юрий как вы относитесь к цирку ну я последний раз был лет 15 назад сыном поэтому давно был то есть это когда принципиальная такая позиция вы специально не ходите в цирке просто не любите просто для меня это поход для детей прежде всего а сам как-то не было ну что ж я думаю что вы поменяете вот в ходе нашей программы свое мнение отношения до к современному цирку дорогие друзья сразу после рекламы мы расскажем о новой действительно удивительной цирковой программе и внимание обязательно разыграем пригласительный билет в цирк так что оставайтесь с нами дорогие друзья на беларусь 4 продолжается прямой эфир напоминаю сегодня пятница а значит время строить планы на ближайшие выходные дни и поверьте наша программа поможет вам сориентироваться вот среди увлекательных мероприятий которые проходят на территории гомельской области ну а вот гости в нашей студии предложат интересное развлечение на эти выходные дни я напоминаю что сегодня у меня в гостях директор гомельского театра кукол дмитрий абрамович горелик у нас известный путешественник вот рядом со мной этот юрий берегов ну а во время рекламы к нам присоединились еще одни не побоюсь этого слова именитые гости чтобы ничего не перепутать заслуженный артист россии знаменитый дрессировщик тигров дорогие друзья и носорога сергей нестеров у нас в гостях я хотел сказать носорогов но потом поняла что он же единственный и неповторимый в принципе дрессированный носорог вы знаете спасибо что пришли очень рада видеть вас в нашей студии ну и конечно же рядом сергеем рядом со мной генеральный директор гомельского государственного цирка яко михалыч лобович яко михалыч очень рада видеть вас пятницу вечером в нашей студии я знаю просто что вас обычно с трудом можно как бы так пригласить куда-то вас стоит генеральная репетиция а сейчас у вас замечательный период подготовки к новому я так понимаю к новой цирковой программе расскажите что это будет потому что афиши которые гомельчане всегда ждут с нетерпением в этот раз они кричат везде на каждый столбик и говорится браво брависсимо вот на самом деле что же такое программа это будет действительно браво брависсимо по одной простой причине потому что программа которую мы в этот раз собрали которая будет начнет работать второго февраля по 3 марта, она действительно уникальная. Она уникальная, так сказать, не только присутствием, скажем так, звезды мирового цирка, лучшего клоуна в мире, причем это оценка наша, это оценка всего мирового сообщества Дэвида Ларибли. Она будет еще и привлекательна тем, что у нас будет там 5 номеров с животными, в том числе и один аттракцион под руководством как раз Сергея Александровича Нестерова, аттракцион с тиграми, носорог дрессированный, один из практически немногих, мне кажется, что даже единственный такой носорог. По-моему, единственный, я так поняла, да. Где действительно есть работа, а не просто показ животного. А там действительно будут, в общем-то, достаточно уникальные трюки. Плюс у нас будет хороший номер с медведями, номер волки семеро гусят. Действительно, настоящие гуси, которые практически не дрессируются, но вот такой вот номер создан, он единственный, уникальный. Другого такого нету в истории цирка. И номер с северной олени с лайками. То есть как бы такое северное сияние, вот такого вот плана. Вы раскрыли уже все секреты. Нет, это еще не секреты. Вы так заинтриговали гуси, носорог, лучший клоун в мире. Я не знаю, люди уже, наверное, в шапках, сапогах возле вашей кассы, я уверена, стоят с билетами. Ну, хотелось бы думать так, но я думаю, что они в первую очередь сначала в Африку, за всеми бегемотами там посмотреть вживую. Подожди, а я вот хочу вот уточнить, Сергей, действительно, это носорог, единственный дрессированный носорог в мире. Ну, то, что выполняют команды, именно нашли тот способ общения и контакта с носорогом, чтобы он выполнял, ну, как собака, выполнял там сидеть, лежать. Ну, вы же были в Африке, вы же понимаете, что это за животное. Я тоже был в Африке, поэтому... Вы в Африке выбирали носорога, если я правильно все понимаю. А вы в Африке хоть раз, Юрий, встречали носорога? Ну, я видел его в Танзании, видел, в Зимбабве, видел носорога. Ну, там не так близко, потому что, ну, скажем, в Танзании, там Горангора, их совсем мало, по-моему, шесть штук осталось, там далеко, близко не подъедешь. А вот в Зимбабве там ближе было. Но ближе всего я носорогом подходил в Непале, индийский носорог, там национальный парк Четван, я четыре раза был, ну, там совсем рядышком. Ну, какой? Какой носорог? Ну, я на фотографиях видела, вот я хотела, чтобы режиссер показал. Носороги огромные. Ну, я, по крайней мере, вижу на арене цирка, на ваших фотографиях, где вы его дрессируете, он же вот такой, это огромадный просто. Он вес порядка трех тонн. Слушайте, а как вы его выбирали? Вы специально в Африку? Поехали? Да, в ЮАР. Я ездил в ЮАР, провел там неделю, мы ездили по разным таким местам, по разным, скажем так, это не совсем с природы, это у них есть закрытые питомники, где разводятся именно носороги. Он выращен людьми, соски, потому что мать убили. Браконьеры. И вот он попал так в этот питомник, и практически соски выращены людьми. И мы вот, скажем так, два, на самом деле было два носорога, мы привезли двоих. Один у нас женился. На ком, я извиняюсь. Знаете, мы нашли ему пару в Украине, он уехал в Украину. У вас тут какие-то семейные страсти прямо нет. Ну, потому что очень тяжело содержать носорогов, очень тяжело содержать в цирке, поскольку объемы настолько большие, помещения не позволяют им нормально жить. А какой, слушайте, а какой у него характер у носорогов? У него все-таки дрессированный, необычный носорог. Знаете, он очень добродушный, на самом-то деле, насколько может быть добродушный носорог. Он общителен, он любит ласку, он, ну, как, в принципе, все животные. Но он своенравен, у него меняется настроение, характер, скажем так, ну, взрыв эмоций, может быть, и положительный, и отрицательный. Поэтому здесь нужно всегда очень аккуратно. Ягод Николаевич, вы уже познакомились с новым артистом цирка, с носорогом? Имя есть, кстати? Его Мафуньян зовут, сложное. Это африканское имя, на самом деле, питомник Мафуньяни. Мафа мы его зовут. Мафа, да. Мафа, да, вы же смогли познакомиться? Есть вариант такой, что сначала мы предложим представителю мира путешественников, который 15 лет не был в цирке, чтобы он пришел поближе познакомиться. У нас это будет ближе немножко. Я думаю, Юрий... А у него опыта больше, когда он подойдет спокойно, но после этого я уже могу близко познакомиться с помощью Сергея Александровича. Ну, вот видите, дорогие друзья, вот видите, мне кажется, вот такая атмосфера, она очень ярко, кстати, характеризует представление, о котором мы сейчас все уже мечтаем, действительно, увидеть на сцене нашего гомельского цирка. Но у меня другой вот вопрос. Вы же тренируете, тренируете, дрессируете, я бы сказал, да, Сергей, тигров и носорога, а что сложнее? Сложнее с людьми. А, понятно. Ну, в принципе, вопрос снимаем. Нет, они достаточно коммуникабельны. Тигры – это одно, а носорог – нечто другое, все по-разному. Тигры более, наверное, опасные в плане каких-то вещей. И, ну, спины там, и такого у них вообще все-таки кошки своенравные. Но носорог более мощный и более, скажем так, в своих каких-то моментах более прямолинейный. Поэтому здесь вот все по-разному. Вот есть вопросы для вас. Анна спрашивает, всегда было интересно, что едят цирковые животные. Анна, этот вопрос мне тоже очень интересный. Вот я даже не представляю, сколько ест носорог. Про тигры я еще могу представить. Килограмм в 20 мяса, наверное. Нет, это много. Все гораздо, с одной стороны, проще и гораздо сложнее. А что касаемо тигров львов, то, ну, от 6 до 10 килограмм мяса в день – это не жирное мясо, это говядина, куры. Ну, иногда бывает, нас радуют диким мясом, когда иногда даем дикое мясо. Для них это деликатесно, наверное. Еще что-то. Если охотники приносят, это, в принципе, полезно. Плюс добавки, естественно, нехватка все-таки витаминов солнца, там еще что-то. Мы специально его привозим. Из Голландии специальные добавки, мультивитамин, которые есть все полностью. И добавляете в рацион. Ну, а носорог, может быть, он ест булочки какие-то? Носорог – это сено и люцерна. Мы здесь вот нашли за 350 километров от говеля. А где ты его нашли? В люцерну и привезем это, скажем так. Это специальный комбикорм, возится с Англии, потому что здесь микроэлементы мы не можем получить в таких условиях. Это морковь. Ну, морковь у нас достаточно хорошая, вкусная морковка. Морковка, урожай яблок у нас хороший в этом году, так что мафа будет седли. Ну и, в принципе, вот и все. Ну, то есть это все такой микс добавляется. Да если бы я питалась так, как носорог, простите, сеном, киви и яблоками, да я бы была стройна необыкновенно, да. Ну, что-то вот… Как носорог. Да, вот как носорог. Я вот хотела, вы знаете, вот шутки с шутками, но на самом деле, вот Степан спрашивает, дружат ли тигры и носорог? Вот есть вопрос конкретно. Ну, скажем так, они терпеливы друг к другу, они терпимо переносят, потому что иногда сейчас бывает, что стоят очень рядом практически, он свою зону знает, они свою зону, они же, поскольку живут в вольерах и одни, и другие, иногда вольеры рядом, совсем рядом стоят, и это никоим образом… То есть они не обращают друг на друга внимания. Ну, вы представляете, что сейчас творится перед экраном наших телевизоров? Ведь мы же пообещали разыграть пригласительный билет на новое представление «Браво Брависсимо». И прямо сейчас это сделаем, дорогие друзья. Пригласительный билет на новое представление в цирк, на новую программу «Браво Брависсимо». Кстати, напоминаю, цирк начинается 2 февраля, да, вот стоят с первого представления. Итак, для того, чтобы получить пригласительный билет 34-22-43, телефон прямого эфира, нужно ответить на вопрос конкурса. Сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? Такое ощущение, что Сергей не знает. Сергей задумался. Дорогие друзья, у вас есть огромное количество вариантов. Не подсказывайте нашим зрителям. А что вы думали? Выиграть пригласительный билет в цирк не так просто. Поэтому я вам так скажу. Начинаем с единицы, 2-3 пересчитываем, и кто-нибудь обязательно победит. Итак, сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня строим план на выходные дни. Напоминаю, что уже в следующую субботу у нас в Гомеле начинается новая цирковая программа. И сегодня у нас в гостях представитель цирка, директор цирка у нас в гостях. У нас заслуженный. Заслуженный или народный? Заслуженный. Заслуженный? Так мне тут режиссер кричит народный. Я так думаю, что скоро нам дадут. Потому что если режиссер сказала, то так тому и быть. Но в любом случае, очень хочется узнать, сколько времени в день вы проводите с животными? Ну, практически весь день, кроме сна. Если есть такая возможность, то с утра до вечера, да. Кто они вообще для вас? Артисты, партнеры? Нет. Некоторые как дети. Некоторые партнеры. Все по-разному в отношении. С львицей, львицей, надо сказать, все это для меня член семьи. Я для нее член семьи. Такие более партнерские отношения. Тигры больше партнеры. Носорог-друг. Носорог-друг. Друг, да. Аккуратненько. Да, носорог-мафан. Интересно очень. Ну, знаете, при его весе и массе, то всегда… Да. Очень хорошая качество. Ну, я имею в виду такой вот статус-друг. Конечно, конечно. У вас время хватает, Сергей, у вас хватает временно на личную жизнь. Вообще, как вот вы предпочитаете в выходные отдыхать? Бывает ли такое? Когда они бывают, предпочитаю странно отдыхать, испытывая некий адреналин, поскольку, наверное, адреналин в работе уже перестал так особо получать. Это горные лыжи и дарвинг. Причем занимаюсь и тем, и тем, и когда есть время. Но времени, на самом деле, мало. И когда удается, вот сейчас работали в Сочи, на выходные выезжал, пару раз, наверное, выезжал. Игорь Михайлович, мне кажется, надо Сергея познакомить с нашим горнолыжным курортом в Мозере. По-моему, да, по-моему, какая есть трасса, но наше. Вам, может быть, даже очень там понравится, да, там. Так что здесь недалеко. Я думаю, Сергею понравится. Ну, подумаем над вашим предложением. Вот так вот, да. Вообще, Яков Михайлович, я бы хотела спросить, как вы любите проводить выходные дни? Есть у вас какие-то золотые правила или особые традиции? Есть. Расскажите. Рассказываю. Вот так же, как у Дмитрия Абрамовича, так же у меня. У меня их не бывает. У меня выходные дни, это, в принципе, всегда на работе по одной простой причине. Ну, если заниматься каким-то делом, то надо заниматься всерьез, а всерьез, значит, все время. Практически по-другому не бывает. Да, хотелось бы тоже где-то, может быть, выехать куда-то на природу и побыть одному, просто для того, чтобы поток информации как-то переварить, что ли. Но не всегда это удается. Дайвингом не занимаюсь. Горная лыжа, тут у нас рядышком действительно хорошая трасса. Я уже не говорю про ту трассу, которая в Минске хорошая, сельчий. Ну, в общем-то, для меня хорошая трасса – это в цирке. Вот, когда вот наворачиваешь круги, вот, вот, самая лучшая трасса – это там. У вас очень получается это, поэтому, мне кажется, да, у вас получается. Ну, приходится, по-другому не дано, иначе наворачивать будут другие. У нас там разрывают трубку телефона зрителей. Пожалуйста. Вот мы выигрываем пригласительный билет, вот уже и звонят в Вайбере, и пишут. Дорогие друзья, напоминаю вопрос конкурса. Во-первых, хочу напомнить вам главное условие. Наши конкурсы и все призы мы разыграем только по телефону. Вайбер – это сообщения, вопросы, пожалуйста. А вот если вы хотите выиграть пригласительный билет в цирк, нужно позвонить в студию. 34 22 43. У нас вот есть сейчас на связи телезритель. Хочу напомнить вопрос конкурса. Сколько метров составляет диаметр циркового манежа? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Андрей. Андрей, скажите, любите ли вы цирк и как часто бываете в нем? Люблю, но, к сожалению, крайне редко получается. Наверное, где-то год назад был последний раз. Мне кажется, на носорога, на носорога тигров и самого известного клоуна в мире вы просто обязаны сходить. В принципе, у вас есть такой шанс. Итак, давайте попробуем ответить на вопрос конкурса. Сколько метров составляет диаметр циркового манежа? По-моему, если не ошибаюсь, тут 13 метров. Слушайте, вы так редко посещаете цирк. А откуда так точно знаете эту цифру? Я думаю, мы будем хоть погадаем немножко. Вы правильно ответили на вопрос? Вы правильно ответили на вопрос? И вот этот пригласительный билет в цирк на новую программу «Браво, брависсимо» на двух человек достается вам. Так что, я думаю, встретимся там, да, встретимся в цирке. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, а вы знали правильный ответ, Сергей? Конечно. Сергей Храдик. Но вы так засмущались. Да, подумали. Есть тенденция новая. В Китае 22 метра. Сейчас они сделали манежи. 22 метра. А почему? А чем это связано, кстати? Ну, не знаю, у них другие объемы. Другие объемы. Цирки достаточно большие, там, на 10 тысяч мест, на 6 тысяч мест. Но все-таки как-то... Ну, вот там будет вашему носорогу, кстати, где развернуться. Так что, да. Ну, я вот хотела спросить, поговорить про Монте-Карло. Знаю, что вы чуть ли не с самолета приехали сегодня, да, в нашу программу. Это был фестиваль цирковой. С какой целью и вообще как съездили? Это был... Съездил, хорошо съездил. Это был 43-й фестиваль, международный фестиваль циркового искусства. Это самый престижный, самый лучший фестиваль в мире. В общем-то, он так считается, так он на самом деле есть. Вот. Вот Сергей Александрович, кстати, туда тоже приезжал. Я в следующем году еду как участник туда. Да. Потому что он приезжал, подписывал документы с вице-президентом. Это не составляет коммерческая таня на сегодняшний день. И он туда едет с участником. А вот тот клоун, о котором мы говорили, который действительно он уникальный, он действительно лучший в мире, считается так, как он и есть. Он вообще золотой призер фестиваля Монте-Карло. Сергей Александрович может подтвердить, что это действительно... Это фигура, это звезда мирового цирка. Это фигура такая, которая, в общем-то, не посмотрит такое. Вот я сегодня своим коллегам говорил, что такое может быть вообще один раз в жизни. Вот старшие поколения с гордостью сейчас, можно сказать, те, которым довелось, могут сказать о том, что я видел вживую Юрия Никулина. Я видел вживую Карандаша. Даже вот у нас Михаил Николаевич Карандаш, вот у нас три раза в Гобелье выступал. И, как вы помните, у нас даже есть, так сказать, скульптура его. Да, в честь его сделано. А среднее поколение, среднее, младшее поколение, которое сможет прийти в цирк, которое найдет время, возможности, желания, оно будет с гордостью. Я могу об этом сказать с полной уверенностью, с гордостью, через несколько лет говорит о том, что я видел вживую Дэвида Ларибли. Потому что это такая величина, это такое то, что удается. Он у нас отработал в России в цирке «Братьев Запашных» в прошлом году полностью программу. Затем в цирке Никулина. Сейчас вот в Санкт-Петербурге закончил ежечное представление. У него очень хороший контракт на Южную Америку. Ну, в связи с тем, что, так сказать, мы давно ведем переговоры. И с помощью, так сказать, коллег из цирка «Запашного», из цирка Никулина, нам удалось, так сказать, убедить его, что ли. Тут не уговорить, а убедить. Он еще не присутствует в Гобелье? Он еще не приехал? Он приедет 28-го, максимум 29-го часа. Дэвид, благодаря интернету я рассчитываю, что ты сейчас слышишь меня. Приходи на нашу программу, на «Добрый вечер, Гомель». Мы ждем тебя, приглашаем, покажем, расскажем. В общем, не обидим, что называется. Ну, шутки-шутки, но действительно. Есть такой вариант пригласить его к нам в студию? Он приедет, мы будем разговаривать с ним. Ну, почему? Потому что, когда мы вели переговоры сейчас в Санкт-Петербурге, во время 6-го Международного культурного форума Всемирного, мы оговаривали момент такой, что он будет ходить на телевидение, что он будет давать интервью, поскольку это реклама нам, это реклама ему. И это вообще для Гомеля, еще раз повторяю, это уникальная возможность увидеть и потом с гордостью сказать, что я был не только 15 лет тому назад в цирке, и я не только, так сказать, в Африке был так много. Ну, все, Юрий, а вы попали сегодня? Да, но я и видел вживую еще Ларибли, которая действительно звезда. Юрий, мне кажется, это просто уже вопрос чести Якул Михайловича, да? Он придет, я знаю, я вживую в Африку, он уже придет. Не поеду ли я в Африку, я еще не знаю. Хотя, скажу, в моих поездках такой цирк бывает. Да, да, да. Ну, возьмите с собой в следующий раз, Олега Яковлевича, да, поменяйтесь, да, местами, и все будет. Тем более, что Дмитрий Абрамович, он действительно, он часто ходит в цирк, он смотрит, и не только с внуками, кое-что, как я себе представляю, он тоже смотрит, как хороший режиссер, он смотрит какие-то находки, потом мы делимся, он рассказывает, что-то подсказывает. Поэтому, в общем-то, мы с удовольствием всех приглашаем, и коллег, и приятелей, и тех, которые заинтересованы, потому что не мы придумали эту фразу, но она действительно существует. Цирк – это самое лучшее место в мире. Когда мне задают какие-то вопросы по поводу того, что вот я уже вышел из этого возраста, и что я пойду, я объясняю, что вы приходите в цирк, просто у вас разглаживается лицо, вы просто окунаетесь в детстве. А ничего лучшего сказки, ничего лучшего того, чтобы, в общем-то, почувствовать себя ребенком, в мире нет. И вы знаете, мне кажется, нам очень повезло, у нас такой цирк хороший в Гомеле, да, не в каждом городе он еще такой вот цирк был. А их всего два в Белоруссии, их всего два, вот есть в Минске цирк, хороший цирк, красивый, достойный цирк, и второй в Гомеле. Больше такого нет. Ну, как его построили, это отдельный разговор, это отдельная авантюра была тех властей, которые в то время присутствовали, но гомельчане должны быть им благодарны, поскольку, в общем-то, в принципе, цирк можно было строить только лишь в городах по постановлению ЦК КПСС, так же, как метро, там, в городе, имеющем население, не менее миллиона, а цирк, имеющем население, не менее чем 500 тысяч. В городе Гомеле его построили в 82-м году, когда в Гомеле было по официальной статистике 283 тысячи. Сергей, это не в то время вы были в Гомеле последний раз? Я очень в прошлый раз. Последний как бы, в прошлый, хорошо. Я поняла. Ну да, да, да. В те времена, получается, у нас программа была еще, если я ошибаюсь, с Емельем Емельичем Киевом. Это все было очень-очень давно. 79-й год. То есть вы все это время просто построили план, приехать к нам в гости, и вот теперь вы в Гомеле. Скажите, изменился город? Знаете, все... Для вас? Мне как бы нравится вообще Белоруссия, потому что у меня получилось так, что я в 16-м, наверное, году отработал Минск, и для меня было откровение, потому что я никогда не работал в Минске вообще. И вообще Белоруссия была таким откровением, потому что я вернулся в некую эпоху моего, скажем так, детства, но с таким современным лицом. То есть некий Советский Союз, но то, что должно было быть. Поэтому... В лучших вариантах. В лучших, да, вариантах. То, что должно было доделать уже. Интересно, такая интересная характеристика. Для меня, для меня так, и мне было приятно. Во-первых, открытые люди, достаточно общительные, достаточно, как бы, коммуникальные. Очень активная, на самом деле, очень активная жизнь, и вы убедитесь, когда вот побудете здесь поработать. Я единственное хочу вам пожелать, чтобы вы не ограничивались только работой. У нас огромное количество мероприятий проходит. Вот сейчас расскажу кое-что, думаю, возьмете на заметку. Дорогие друзья, вот у Сергея, который, ну, скажем так, у нас в гостях, говорит, да и у вас, уважаемые зрители, есть уникальная возможность в ближайшие дни увидеть настоящее световое шоу. Дело в том, что в эти дни областной центр готовится к международному фестивалю света. Фестиваль пройдет в нашем городе с 8 по 10 февраля. И, поверьте, это событие с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Так, чем же удивят организаторы в этом году, мы подробности узнаем прямо сейчас по телефону. У нас на связи координатор 4-го Гомельского международного фестиваля света Ирина Прокофьева. Ирина, добрый вечер, вы с нами. Ирина, Ирину, попробуем еще раз набрать что-то с телефоном. Так, итак, мы очень рассчитываем, что сейчас у нас получится поговорить с Ириной по телефону и узнать, что же интересного будет на этом фестивале. В любом случае, дорогие друзья, прямо сейчас мы разыграем пригласительный билет на двух человек на это удивительное шоу света. Вопрос очень простой. В духе, что такое? Мы участвуем. Участвуйте, да, очень хорошо. Дорогие друзья, для того, чтобы получить пригласительный билет на шоу света, надо позвонить в студию по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос конкурса. Вот интересно, вы знаете ли вы ответ на вопрос конкурса? Мы так не подсказываем. Кто же изобрел лампочку электрическую? Вот такой вопрос. Где вопрос? Да, первый, да, да, ну все официально, все официально. Кто же изобрел электрическую лампочку? Разыгрываем пригласительный билет на шоу света, который состоится в Гомеле. Фестиваль состоится с 8 по 10 февраля. Так что ждем ваши варианты ответа. Очень хороший такой вот приз у нас сейчас. И мне подсказывают, что у нас есть на связи Ирина Прокофьева, это координатор 4-го группы Международного фестиваля света. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Ох, Ирина, мы вас теперь, слава богу, хорошо слышим. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Да, мне телеведущая Наталья Волынец. Вы знаете, вот мы сейчас с такой дружной компанией планируем прийти на ваше мероприятие. И хотим, чтобы вы вот нас как-то так вот заинтересовали. И всех наших зрителей, расскажите, пожалуйста, Ирина, что же планируется на фестивале света в Гомеле? Чем будете удивлять? Ну, как бы фестиваль проводится уже в четвертый раз. Поэтому, собственно, некоторые гомельчане уже могут быть готовы к тому, что мы будем погружать их в магию света. Мы специально выбрали такую дату зимнюю, когда грустно и некого обнять, и хочется какого-то такого вот позитивного какого-то момента в своей жизни. И именно наш фестиваль направлен на то, чтобы показать какой-то такой вот, ну, погрузить свою магию света. То есть показать возможности, да, возможности света современного, настоящее шоу. Ну, давайте тогда еще раз напомним, кому будет интересно это мероприятие, где, когда, в общем, куда бежать, расскажите. 9 февраля, Дворец культуры железнодорожников, в 19.00 начало, мы всех ждем на нашем гала-концерте. Это будет такой гала-концерт. Мы вспоминаем, что гала-концерт – это лучшие номера, которые отобраны из всего фестиваля. И с 18.00 будет работать ивент-зона, на которой вся семья получит непосредственно какие-то свои эмоции. То есть это будут анимационные зоны, дегустации, ростовые куклы и так далее. Ох, как интересно. Спасибо большое, Ирина. Мы вам желаем хороших выходных, понимая, что они сейчас будут очень насыщенными для вас. Поэтому просто пожелаем вам хороших, приятных эмоциональных выходных. Только что на связи у нас была Ирина Прокофьева, координатор 4-го Гомельского международного фестиваля «Света», который пройдет в Гомель с 8 по 10 февраля. Кстати, очень сильно рассказали про это мероприятие, проанонсировали практически все средства массовой информации. Так что, дорогие друзья, готовимся, что называется. Итак, напоминаю, разыгрываем пригласительный билет на шоу «Света». Нужно ответить на вопрос конкурса, кто же изобрел электрическую лампочку. 34 22 43, ждем ваших звонков, а у нас пока реклама и жаркая дискуссия. Мы ищем тоже правильный ответ, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Беларусь-4». Напоминаю, что именно в этот момент мы разыгрываем пригласительный билет на международный фестиваль «Света», который состоится с 8 по 10 января в Гомеле. А пригласительный билет разыгрываем на галоконцерт на 9 февраля. Итак, чтобы его выиграть, надо ответить на вопрос нашего конкурса, кто же изобрел электрическую лампочку. Мы говорим сейчас про первого изобретателя лампочки. Напомню, так подведу, это русский ученый. У нас есть какой-то вариант ответа. Давайте мы послушаем. Дело в том, что наши мнения здесь разделились. И вот узнаем, вдруг наш телезритель знает правильный ответ. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Не бойтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте познакомимся. Виктория. Виктория, скажите, пожалуйста, кто изобрел... Вот поучаствуйте в нашем конкурсе. Кто изобрел электрическую лампочку? Кто был первым изобретателем? Подсказываю, русский ученый. Первым изобретателем электрической лампочки был русский ученый Александр Ладынин. Вы очень верно ответили на вопрос конкурса, потому что варианты были самые разные. Но мне интересно, откуда вы, женщина, в принципе, так хорошо знаете вот эти вот все моменты физики? А вы знаете, кто изобрел радио? А давайте сейчас узнаем. Давайте поучаствуем. А что разыгрываем? А что у вас есть? У вас много вариантов. Ну какие у вас варианты есть? Попов, вот вы подсказываете директор. Попов, наверное, а лампочку изобрел Ладынин. Ну что ж, вы знаете, вот теперь, да, вот хочется вот так вот вам взять и поаплодировать, потому что вы большая молодец. Теперь мы не сомневаемся, что пригласительный билет на фестиваль, международный фестиваль света достался вот прям по назначению человеку, который в этом хорошо разбирается. Ну что ж, спасибо вам большое. Еще короткий вопрос, какие у вас планы вообще на ближайшие выходные? Так, ну телезрительница ушла уже отдыхать, мы желаем вам хороших выходных. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Вот хотелось бы зачитать несколько сообщений от наших зрителей, какие же у них планы на ближайшие выходные. Маргарита собирается сходить в Гомельский парк, зайти в музей на выставку шоколада. Кстати, да, действительно уникальная выставка, проходит сейчас в нашем музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Там говорят, шоколадные зайцы большие, шоколадные шашки, шахматы, но я еще не дошла пока, ну планирую. Ну пока нет, игрок туда ходить нечего. Да не волнуйтесь, мы все успеем. Вероника говорит, что у них в семье выходные, компьютерный кружок, рисование, уроки, вечером посмотрим всей семьей комедию. Вы знаете, Вероника, тоже неплохой вариант, но может быть вы поменяете свои планы, когда досмотрите наш программ до конца. Инга собирается с детьми на горку. Зима замечательная. Инга, я даже с вами не спорю, зима действительно в этом году у нас замечательная. Вот кому из вас уже удалось выбраться на каток, полепить снежную бабу, какими-то еще снежными забавами? Были варианты? Лыжи? Юрий, нет? Лыжи, коньки так и не опробовали в этом году? Нет, не опробовал, к сожалению. Вот человек полностью погружен в Африку. Да, это точно. Вот только там, вот нельзя, нельзя, надо выбираться оттуда и попробовать. Нет, ну я люблю пешком ходить. Вот по лесу гулял, по зимнему много раз, прошлые выходные, поэтому, да. Но не лыжи. А вы не любители? Ну, с вами можно разговаривать, горные лыжи, да, это вы лыжи, конечно. Вы имеете в виду бабу лепить? Ну, бабу лепить, это хороший вариант, даже потом так подумала, зря я ляпнула. Это как для нас. Ну что ж, хоть одну интересную забаву для вас нашли. Нет, ну это как-то не туда. Мы ждем фотографии. Обнять, холодно. Ну, на самом деле, зима – прекрасное время, мне кажется, чтобы действительно насладиться зимними забавами. Подвожу к тому, что активно провести свой досуг всей семьей в Гомеле можно на ледовых катках. И таких массовых катков у нас в этом году несколько. Я говорю про большие катки. Это на улице Головацкого, по проспекту Реческого и в микрорайоне Энергетиков. Вообще, в этом году в Гомеле в каждом районе, дорогие друзья, есть и малые ледовые катки, которые расположены в основном около школ. Вот сейчас на нашем сайте, в слайде вы можете подробнее увидеть, где же можно покататься на коньках, на лыжах, что тоже удивительно, в ближайшие выходные. А вообще, пока одни, дорогие друзья, гоняют на коньках и осваивают лыжню, другие покоряют зимнюю дорогу, знаете, на чем? На велосипедах. Кстати, езда на велосипеде зимой в Беларуси становится теперь уже вполне нормальным явлением. У нас на связи Светлана Король, это председатель общественного объединения «Вело Гомель». Очень любопытно узнать, как поживают гомельские велосипедисты зимой, что их заставляет, скажем так, колесить на своих вот этих вот велопокатушках. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Очень рада, да, очень рада слышать вас вот в прямом эфире по телефону. Светлана, ну расскажите, как поживают гомельские велосипедисты зимой? Какие проблемы решают или, наоборот, наслаждаются зимой как-то сами? Ну, замечательно, мы поживаем. Конечно, ездят на велосипеде сейчас людей значительно меньше, однако мы есть, в том числе и я езжу. И вот 7-го, кстати, января у нас было замечательное мероприятие на партизанской Криничке. Там были не только велосипедисты, альпинисты, туристы, байдарошники. Приехали, мы там жарили на костле сосиски, кушали, отдыхали, пели песни, несмотря на то, что зима и очень много снега. Вот, сезон наш продолжается. И какие у вас планирующиеся? Вот, например, завтра у нас общее собрание велосипедистов, где мы будем делиться своими успехами и кланами. Это все завтра состоится? Расскажите про собрание. А завтра 26-го числа в 16 часов в охотничьем домике. Мы приглашаем всех, кто интересуется велосипедным движением. Кто еще не ездит, а планирует ездить на велосипеде в теплое время года, приходите, пожалуйста, будет интересно. Мы расскажем очень много интересного, поделимся своими планами. Спасибо. Светлана, а вот можно вопрос про правила безопасности? Потому что многие сегодня на велосипедах зимой разъезжают. А все-таки вы, как руководитель Велогомеля, скажите, пожалуйста, напомните велосипедистам основные 2-3 правила безопасности. Как вести себя в зимнее время? Конечно, зимняя езда несколько отличается от езды без снега. Эта езда должна быть намного с меньшей скоростью. Должно отсутствовать резкие повороты. Кроме того, велосипед желательно снабдить специальными зимними шинами. Если не с шипами, то хотя бы более агрессивными покрышечками. Ну и нужно одеваться по погоде. Ноги, шея, голова, руки должны быть очень утеплены. А так нужно одеться так, как вы идете. На велосипеде еще теплее ехать. И намного комфортнее ехать на велосипеде, чем стоять на остановке. Поверьте мне, пожалуйста. Светлана, спасибо. Вы знаете, уже, наверное, многие ждут наступления велосезона. Так что о подробностях этого мероприятия расскажете нам в следующий раз. Всегда рада слышать вас и видеть в этой студии. Хороших вам выходных. Хорошо, катайтесь на великах. Будьте здоровы, до свидания. Спасибо, Светлана, хороших выходных. Ну что ж, дорогие друзья, есть еще сообщение от наших зрителей. Наталья, в эти выходные на лыжах едут кататься с семьей. Сергей в кино, Руслана на каток. Маргарита собирается зайти, а, уже читали, на выставку шоколада. Ольга пойдет с внуками за билетами в цирк. Такой клоун пишет, приезжает. Вот спасибо. Ну это, наверное, вот лично вам такая благодарность. Это ему, наверное. Наверное, ему тоже. Вероника говорит, что с детьми на горку, потому что зима замечательна. Ну, эти сообщения мы уже озвучивали. Но вот мне интересно, изменились ли ваши планы на выходные дни в ходе нашей программы? Столько мероприятий, столько событий. Нет, у меня было запланировано работа, работа и работа. Юрий, вы для себя... Ну, я захотел сыр скрыть. Блестяще. Ну что ж. Ну, у меня тоже поменялись немножко планы. Я сейчас вот думаю на байдарке, в партизанскую клиничку съездить вот сейчас. Не знаю, вот весла куда ставить. Ну, по крайней мере, чувство юмора. Мне нравится, что чувство юмора в эту пятницу, оно присутствует. Сергей. Ну, я в цирк, наверное, пойду. Наверное, я в цирк все-таки в цирк. Ну что ж, дорогие друзья, мы очень надеемся, что советы нашей программы помогут вам правильно распорядиться временем, которое дают эти выходные. В любом случае, мы желаем вам хорошего настроения и хороших выходных дней. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс», Наталья Волунец. И до новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин